По неофициальным данным, первое заседание нового созыва Риги Когос состоится в этот четверг, либо в пятницу. Тогда же избирательная комиссия сможет объявить официальные итоги выборов. В то же время продолжаются консультации о создании будущей правящей коалиции, чьи вероятные участники решили отложить напоследок утверждение самых сложных вопросов. У нас в студии журналисты Радио 4, политический обозреватель Илья Сунделевич. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, вопрос такой. По идее, должны быть утверждены и спикеры парламента, и вице-спикеры парламента, которые, собственно, руководят непосредственно его работой. Каким образом они будут утверждены и кем, если правительства у нас фактически еще нет? Ну, во-первых, эти должности утверждает не правительство, их утверждают члены Риги Когос. И всякий раз, когда у нас заканчиваются выборы, и мы оказываемся в то, что называется, в клетке ноль, все начинается с самого начала, первое заседание, еще нету фракций парламентских, все депутаты в зале сидят не по партийному принципу, а по алфавитному, по буковкам сидят, все А вместе, все Б вместе и так далее. И тут вносится на голосование кандидатура спикера парламента. Это делает не фракция, которых нету, это делает любой избранный депутат. Но обычно такие вещи прописываются в коалиционном договоре, вот об этом-то и речь. Конечно. Сейчас все это называется лишь консультациями, а не коалиционными переговорами. И до этих пунктов, по всей видимости, не дошли, потому что Юрий Ратус, лидер центристов на прошлой неделе, не смог ответить на вопрос про спикера и вице-спикеров. Или не захотел. Или не захотел ответить. Да, потому что то, что заседание Риги Когу будет в четверг, это уже официально. Президент объявил об этом, подписал указ в ночь с субботы на воскресенье. И заседание состоится в четверг в 11 часов утра. Значит, у нас очень простая ситуация. Это обязательно кто-то внесет какие-то кандидатуры от будущей коалиции и от возможной оппозиции. И так либо иначе это проголосуют. Потому что представить себе ситуацию, что все встали и ушли, и не проголосовали, потому что не договорились, довольно сложно. Оппозиция-то всегда останется на месте. И она может в этой ситуации внести своего кандидата, те не договорились, вышли из зала, не проголосовали. И тогда оппозиционный кандидат проходит. Но это настолько теоретическая ситуация, что можно даже не рассматривать. Понятно, что к четвергу все договоренности будут. И я думаю, что это голосование ничем не будет отличаться от любого другого голосования после выборов, как у нас обычно каждые четыре года и бывает. Но вот что касается терминологии. Три партии, которые сейчас садятся ежедневно фактически за стол переговоров, говорят, что это лишь коалиционные консультации. Это еще не переговоры. В то же время, поскольку Центральная избирательная комиссия отклонила на прошлой неделе, государственный суд рассмотрел все две жалобы, поданные в связи с состоявшимися выборами в Риге-Когу, отклонив часть и часть оставив просто без рассмотрения. То есть получается, что сейчас уже итоги выборов можно считать утвержденными. И, соответственно, сейчас эти консультации все-таки приобретают статус уже официальных переговоров. Нет, они еще не стали официальными переговорами, потому что президент страны еще не объявил, кому он предлагает, кому он отдает возможность первому сформировать правительство. Только после этого начинаются официальные переговоры, а пока это консультация. Но это та ситуация, которая по известному анекдоту звучит следующим образом. Вам шашечки или ехать? Да? Какая разница, как это называется? Значит, к тому времени, когда, так как президент обещал, если это произойдет, она предложит председателю победившей партии реформ, Каэ Калас, сформировать правительство, а у нее за спиной стоит группа из трех партий, которые уже между собой договорились, и три партии уже сделали официальные заявления о том, что они идут вместе. И это было в эту субботу. Каждая партия отдельно на своем собрании, на Совете Уполномоченных все это объявила. Уже отступать некуда. За нами Риги Когу. Все уже как бы решено. Поэтому какая разница, как это называется? Факт тот, что люди посидели, договорились. К четвергу, видимо, все у них бумаги будут уже подписаны. Довольно важным моментом будет сегодня-завтра, видимо, это когда уже окончательно придет представитель Министерства финансов со своим компьютером, с так называемой таблицей Excel и скажет, ну, ребята, вы тут поговорили, все очень хорошо, а теперь давайте посмотрим, какие у нас в конце концов реальные возможности сделать то, о чем мы договорились. Представитель Министерства финансов уже на переговорах присутствовал. Правда, как доносятся слухи, реже, чем обычно при таком процессе. Но вот начиная с сегодняшнего дня это неминуемо, нужно теперь, значит, то, что называется, в евро и центры все окончательно посчитать. А денег, как мы знаем, нету, бюджет в дефиците, ничего многого сделать им просто не получится, потому что резервы съели, поступлений было значительно меньше. Мы знаем акции за алкоголь, туда-сюда. Да, в общем, мы сегодня в пролете на 260 миллионов евро примерно. Это, значит, по оценкам эстонского нашего Министерства финансов, так называемый структурный дефицит на полпроцента, а Европейская комиссия нам в середине августа, по всей видимости, извиняюсь, а не в середине августа, а в середине апреля, немножечко поспешил, нам насчитает, по всей видимости, 0,9%. То есть это вполне серьезный уже дефицит бюджета. Ну, если говорить об обещаниях партии, то, например, было заявлено о том, что обсуждение самых сложных вопросов будет перенесено на конец этих переговоров. Какие это вопросы, давайте вспомним? Ну, вопросов много уже, они все прошли два круга обсуждения, по всей видимости, с очень большой вероятностью, все эти переговоры уже закончились и закрыты. У нас есть инсайт-информация журналистка по положению на пятницу, что основные темы уже все, в общем-то, закрыты. Значит, у нас не будет отмены закона о совместном проживании, у нас не будет отмены проекта Rail Baltic, у нас еще чего-то там не будет из всего того, что очень хотела отменить партия Экры, у нас будет округлый договор коалиционный между партиями, который им позволит каким-то образом в течение работы министрам проявлять некоторую инициативу, и дальше уже все будет зависеть от той внутренней атмосферы, которая будет в правительстве. Вот тут необходимо учитывать одну ситуацию, которую Мартин Хельме в своей радиопередаче вчера, в воскресенье, назвал «золотой ключик». А именно, значит, у них появится возможность, а они об этом договорились, расширить возможности народного референдума, и всякие вот эти вот вещи, такие как закон о совместном проживании, будут выводиться на референдум, ну и так далее, будут пытаться протащить. Ну и как пишет сегодня газета, коалиционное соглашение, по всей видимости, обнародует в среду. У нас в гостях был Илья Сунделевич. Спасибо. Спасибо.